Сегодня опять говорим про цену биткоина. Ребята, кое-что взрывающее мозг только что произошло с биткоином. О чем же я говорю сейчас? Говорю ли я про графики или какой-то там паттерн, который сейчас открывается? Нет. Услышьте меня, ребята. Появились кое-какие новости. Ладно, они не самые новые, я просто нашел их в интернете, которые ведут к тому факту, что Apple, возможно, производит такое же движение, как и PayPal, когда биткоин был еще по 9 тысяч долларов, и затем взлетел до 60. То же самое происходит прямо сейчас. И да, в конце видео я перейду на графики и расскажу вам, что я думаю о биткоине прямо в ближайшее время. Но для начала я хочу поговорить про эти новости. Я все еще тусю в Майорке и останусь здесь на какое-то время, потому что вид отсюда просто замечательный. И давайте все-таки начнем с новостей, ребята. Перед тем, как мы перейдем на графики. Знаете что, ребята? Воу, там что-то взорвалось. Если вы кликнули по этому видео, ребята, вы определенно получите полезную информацию. Подписывайтесь на канал Момкрипта, если еще не сделали этого. Нажимайте на колокольчик и на все. Так вы будете уверены, что не пропустите следующее видео. И давайте все-таки перейдем к новостям. И я расскажу, почему же я так рад. Во-первых, поставьте лайк и обязательно поделитесь своими мыслями в комментариях. Ну и пошумите с алгоритмом, конечно. Последние видео сумасшедшие цифры набирают. Такого у нас на канале еще не было. Большое спасибо вам, ребята. Итак, давайте все-таки переходить к сути. И да, про графики поговорим, но чуть попозже. Оставайтесь до конца, ребята. Знаете, графики и фундаменталы иногда сильно отличаются. Но это предоставляет нам отличные возможности. Но начнем мы с этого. Я сейчас на сайте apple.com. Менеджер по развитию бизнеса для альтернативных платежей. И, ребята, пожалуйста, услышьте меня. Потому что вот что я запостил здесь. И да, звучит это, конечно, как просто слух. Но нет, ребята. За 9 минут 600 лайков, посмотрите. А я писал тут в Твиттере о том, что Apple нанимает криптоэкспертов. Почему же я так говорю? Потому что если просто посмотреть на скриншот, альтернативными платежами может быть все, что угодно. Но давайте покажу вам это. Переходим на сам сайт Apple. Итак, они ищут менеджера по развитию бизнеса в Калифорнии. Итак, для начала ты нанимаешь менеджера по развитию бизнеса, а он уже будет нанимать людей, которые будут работать на него. И если посмотреть на описание этой вакансии, они пишут про Apple кошельки, платежи, альтернативные платежи. И тут особо на самом деле не написано, про что это конкретно. И пролистать нужно еще ниже. Вот уже в ключевых квалификациях. 10 лет опыта, бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот второй пункт. Им нужно больше 5 лет опыта работы. Вы поймете, почему 5 лет. Работы над альтернативными провайдерами платежей. Таких как цифровые кошельки, BNPL, быстрые платежи, и затем криптовалюты, и так далее. И все это выглядит, как они пытаются... Дайте-ка по-быстрому вернусь. Такое ощущение, что они пытаются скрыть это максимально как могут. Пишут про криптоплатежи в самом конце. И пишут, и так далее. И это напоминает мне о новостях, которые появились в 2020 году. Я даже не знаю, в июне или в июле. Почти что год назад. И на рынке особо ничего не произошло на самом деле. Из-за слухов, и что это вообще значит. PayPal просто показал вакансию. И уже в ней была очень небольшая часть ключевых знаниях. Именно криптовалюта. И что же случилось через несколько месяцев? PayPal начал принимать криптовалюты. И я думаю, что-то подобное сейчас происходит с Apple. Тем более, что были и слухи до этого. И это для меня гвоздь в гроб для медведей, которые пишут, что Apple никогда этого не сделают. Или Google, например. У нас своеобразный эффект цепочки получился. PayPal начал ее. И мы могли быть уверены в том, что Google Pay и Apple Pay, и все остальные последуют за ним. Для меня это четкий знак. Если бы не было всей этой истории с PayPal, я бы сказал, ну, возможно, возможно. Так, сейчас, секунду, кое-что происходит. Э, кристаллы там не трогай, эсэш. Окей, все, да, хорошо. Ну-ка, гляньте. Я там просто свои кристаллы оставил, а люди как-то слишком близко подходят. В общем, для меня это доказательство. То, что что-то... серьезное маячит на горизонте. Потому что у нас уже была такая же история с PayPal. Началось все точно так же. Все тоже началось с вакансии. И буквально через пару месяцев они наняли команду и начали принимать криптовалюты в качестве оплаты. И я думаю, что то же самое произойдет с Apple. Не учитывая, что миллиарды людей используют их телефоны, айпады, эпл и все остальное. Учитывая, что сотни миллионов людей используют Apple Pay, присоединяют к ним свои кредитки. А теперь представьте, что с Apple Pay можно будет платить биткоинам, эфириумам, любой криптовалютой. Просто подумайте об этом. И сейчас, ребята, хочу перейти на графики. И, ребята, если это обычаи новости, и я не говорю, что все моментально произойдет, может быть то же самое, что с PayPal. Когда появились новости про PayPal, ничего сразу не случилось с ценой. До тех пор, пока они действительно не анонсировали это. И мы можем получить преимущество здесь, пока рынок не поймет все. То же самое, как я делал с Илоном Маском. Когда у нас появились все эти сигналы, некоторая информация... К тому же Майкл Сейлор тогда подливал масло в огонь. Говорил тогда часто об этом. И я тогда взял свое преимущество. Еще до тех пор, пока не появились официальные новости. И сейчас мы можем сделать то же самое. Но давайте перейдем на графики. А пока что я напомню вам, что если вы хотите торговать, спускайтесь вниз до описания. Используйте наши ссылки. Вы получите бонус, и мы получим бонус. Что самое приятное, вы получите 5 810 долларов совершенно бесплатно. Вам нужно просто кликнуть по ссылке, сделать аккаунт, и после вашего депозита вы сможете получить этот бонус бесплатно. Можете торговать им и бесплатно вывести всю прибыль. 6 тысяч долларов 40 экс-левераджем. Если торговать только бонусом, это трейд на 240 тысяч долларов. Совершенно бесплатно. Биткоин может подняться только на 10%. Не подумайте, какая будет прибыль. Конечно, вы можете потерять это, но это ведь просто бонус. Так что используйте ссылки в описании. Особенно если вы новичок на нашем канале. Тогда точно используйте. Окей, давайте перейдем на графики. Потому что про ближайшее время я тоже хотел поговорить. Я уже говорил об этом сегодня. Итак, как и ожидалось, мы пробились через нисходящую поддержку. Рано или поздно мы должны были пробиться через нее. И возможно, мы все еще на бычьем рынке. Но при этом, у биткоина здесь сопротивление. Мы поднялись, сформировали правое плечо. Этого перевернутого голова и плечи. И, к сожалению, мы получили отклонение снова. И я говорил ранее, что в случае, если мы получим сопротивление, возможно, что биткоин в самом худшем сценарии пойдет на ретест нисходящей поддержки на 34 600 долларов. Произойдет ли это 100%? Нет, конечно. Не обязательно. Но вот что мы можем сделать сейчас. Взять с самого низа... Ааа, не так. С самого верха и до низа. Иногда слишком уж путаюсь. И посмотреть, какие сочетания у нас есть еще на графике. К сожалению, как видите, это нисходящая поддержка. Идеально сочетается с золотым сечением Фибоначчи. Примерно на 34 500. И единственный уровень выше это 37 150 долларов. И также 50% по Фибоначчи 36 000 долларов. Почти что идеально стоит на этом уровне. Это уровни коррекции, на которые я буду смотреть. Пока что... Биткоин все еще, только на часовом, на четырехчасовом графике, пытается прорваться, пытается вернуться в свой бычий режим. Мы уже создаем на биткоине высокие максимумы. На дневном графике у нас все еще медвежий тренд. И если перейти туда, что же должно случиться, чтобы мы перешли на бычий тренд? Итак, нужно пробиться через EMA. Дать квернусь. Мы сейчас на часовом графике. Но вот что нужно сделать. Перейти на четырехчасовой график. На часовом все-таки на биткоине до сих пор поддержка. И на часовом графике мы все еще технически на бычьем рынке. А на четырехчасовом у нас коррекция. Итак, мне нужно, чтобы биткоин получил поддержку на EMA Ribbon. И затем пробился через нее. Если биткоин пробьется примерно на уровне в 40 тысяч долларов, и закроется выше, и, конечно, закроется выше, хорошим объемом, мы с большой вероятностью перейдем обратно на бычий тренд. Пока что биткоин медвежий в краткосроке. Нужно будет подождать и посмотреть, что произойдет. В общем, поживем и увидим. Но новости определенно бычие. Держите их обязательно в голове. И если Apple в течение 60-90 дней начнет использовать крипту как платежи, а люди будут писать здесь, что я с ума сошел, обязательно вернитесь на этот канал и напишите об этом под этим видео. Большое спасибо за просмотр. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипто. И как обычно, ребята, пока-пока.